Да, формы национализма, которые существуют и набирают обороты в Европе, и в Украине, и в России, на мой взгляд, совершенно разные формы. Если на Украине это наиболее одиозно проявляется, это национализм за счет угнетения, за счет неприятия русского народа, прежде всего, который, по сути дела, наряду с украинским народом всегда населял эту территорию. И никогда не возникало никаких проблем, никаких на этой почве, никаких конфликтов. То сейчас там это доходит до совершенно до каких-то нацистских форм, фашистских форм, национализма. Что касается Франции, то я уже говорил, что национализм там больше ориентирован на развитие собственной экономики, на социальной и экономической независимости Франции от всех остальных явлений. Что касается русского национализма у нас в России, тоже нужно быть очень внимательным и смотреть, чтобы он не принимал крайние формы. Потому что мы прекрасно наблюдали и видели, что может получиться из Манежки, может получиться из Бирюлева, может так вспыхнуть серьезный, очень серьезный пожар. И я хочу сказать, что вот то, что сейчас на наших глазах произошла очень большая трансформация с тем же Кавказом, и что серьезные патриотические настроения, они как раз в наиболее яркой форме сейчас проявляются на Кавказе. И то, что происходит в Чечне, когда Чечня стала таким оплотом России, российской государственности на Кавказе, это вот произошло за последние годы. Поэтому из национального конфликта, межнационального конфликта мы смогли сплотить народы. И сейчас очень такую позитивную роль играют и лидеры кавказских государств. Я имею в виду в составе России. И Рамзан Кадыров, который сейчас очень активно участвует и принимает во всей этой истории. Это такая вот трансформация, которую объединение мы объединять должны, а не разъединять. Потому что Россия должна быть государством, сильным, объединяющим народы. И то, что как раз наоборот происходит на Украине.